Мы с вами рассмотрели алгоритм градиентного спуска. Он хорош тем, что он находит минимум, но у него есть некоторые недостатки. Один из этих недостатков заключается в том, что для того, чтобы посчитать направление, в котором нужно производить спуск, нам нужно посчитать значение loss-функции и градиент loss-функции по всем обучающим примерам. Обучающая выборка у нас будет очень большой. В этом случае мы потратим очень много времени для того, чтобы сделать всего лишь один небольшой шаг. И это плохо. Мы хотим, например, делать это быстрее. Как это можно сделать? Ну, например, мы можем взять всего лишь один пример и на одном примере, рассчитав градиент loss-функции, по этому одному примеру сделать шаг, обновить наши параметры. Но этот вариант тоже не лишен своих недостатков. Дело заключается в том, что если мы возьмем один пример, он может быть неправильно размечен, или, например, нам может приходить один положительный пример, второй отрицательный пример и так далее. Могут они дальше чередоваться, их градиенты могут показывать совершенно разные стороны. В результате движение наших весов будет напоминать броуновское движение, которое будет очень медленно куда-то дрейфовать. А мы хотели бы сделать так, чтобы у нас схождение было быстрее, чем когда мы берем один пример, но при этом, чтобы мы не тратили много времени для того, чтобы посчитать наш следующий шаг. И есть некоторый компромиссный вариант между первым и вторым. Он называется побатчивый градиентный спуск. Кстати говоря, тот вариант, когда мы берем по одному примеру, называется стахастическим градиентным спуском. Так вот, побатчивый градиентный спуск устроен следующим образом. Мы вычисляем функцию потерь всего лишь на нескольких примерах. То есть мы выбираем, например, первый, третий и n-ный пример. И вот на этих трех примерах мы считаем градиент лосфункции, усредняем или складываем, это зависит от лосфункции. Если лосфункция усредняется, значит и градиент от лосфункции усредняется. И дальше мы посчитали этот градиент, домножили его на скорость обучения, и теперь мы готовы делать шаг. Мы делаем шаг, дальше выбираем следующие три примера и делаем следующий шаг. Таким образом, мы делаем расчет следующего шага гораздо быстрее, чем по всей выборке, но при этом у нас нету проблемы с тем, что у нас градиенты показывают все время в разные стороны. Есть некоторое правило на то, каким выбирать размер ботча. И это правило следующее. Размер ботча должен быть значительно больше единицы, но значительно меньше размера всей выборки. Такое правило, которому очень трудно не следовать.